Добрый вечер! Продолжаем наше занятие по Хумаш Вайкра, недельный раздел Туры Душим, 19 глава, в 18 стихе читаем «Не мсти, не храни злобы на сынов своего народа и люби ближнего своего, как самого себя». На предыдущем уроке мы начали подробное рассмотрение этой важнейшей заповеди, которую Раби Акива назвал ее общим правилом Торы, «Ваавта лырея хакамоха, возлюби ближнего своего, как самого себя». Прежде всего, должно быть ясно, что требование любви, очевидно, это требование практическое. Потребовать любить кого-то, значит, потребовать что-то сделать ради того, кого следует любить. Любовь – это не… Требование любви не может ограничиться обращением только к чувству. Если жена просит мужа помочь ей сходить в магазин, а он ей скажет, что он не может сейчас идти в магазин, он очень занят важным делом, он сейчас читает газету. Если жена скажет ему, если ты меня любишь, сходи в магазин, ответит ей муж, конечно, я тебя люблю, но люблю в сердце. В сердце я тебя люблю, значит, не знаешь, что я должен сейчас ходить в магазин, когда читаю важную статью в газете. Конечно же, это нонсенс. Требование любви есть требование практическое. Ну и это вполне подходит нашему общему пониманию всех заповедей Торы, что это не декларации, не лозунги, а какие-то практические требования. Но вот именно с этой заповедью любви ближнего своего с точки зрения практической есть некоторая сложность. В чем она? В том, что сказано как самого себя. А вот об этом требовании как самого себя утверждает Рамбан, что достаточно трудно понять его как практическое требование. И два доказательства, мы уже приводили на прежнем уроке, два доказательства приводит Рамбан в пользу того, что не следует понимать это требование как самого себя, как практическое. Первое. Во-первых, это требование нереальное. Человек не в состоянии любить другого так же, как он любит себя. Это прежде всего. Второе. Это требование противоречит общему логическому принципу, согласно которому следует помогать ближнему и заботиться о удовлетворении его потребностей, но не за счет своих собственных потребностей. Ха-еха куд-минна-ха-иха-врха. То есть твоя жизнь важнее жизни твоего ближнего и потребности твои имеют приоритет, удовлетворение их имеет приоритет перед удовлетворением потребностей ближнего. То есть помогать ближнему, но не за свой счет. Значит, если мы понимаем, что требование здесь любви, высказанное здесь, должно быть понимаемо как практическое руководство к определенным действиям, то конец стиха показывает, что это не может быть. Потому что на уровне практических действий по помощи, по благодеянию, по отношению к человеку, безусловно, нету здесь равенства. Не как самого себя, а только после самого себя. Поэтому Рамбан, да и Рамбан оба объясняют, что то, что требуется здесь, в этом стихе Торы, как самого себя, не на уровне действий. То есть пример, который я привел в начале прежнего урока, если я отправляюсь сделать конкретные действия в свою пользу, купить себе пару новых туфель, то это не значит, что я должен сделать то же самое ради всех остальных своих ближних, то есть купить каждому из ближних по паре туфель. А что же имеется в виду тогда как самого себя? Что же обязывает эта любовь к ближнему как к самому себе? Имеется в виду, что нужно желать ближнему того же, что я желаю себе. Вот здесь есть требование, как самому себе. Чтобы не желать себе больше, чем другим. То есть если я хочу, чтобы у меня были новые туфли, то я должен желать, чтобы и у ближних были новые туфли. Если я хочу, чтобы я был умным и знающим, то я должен желать этого и другим. И нарушение этой заповеди в соответствии с этим, Рамбан говорит, очевидно, это зависть. В тот момент, когда я завидую кому-то, кто умнее меня, или кто удачливее меня, или кто имеет больше знаний, чем я, то я очевидно нарушаю эту заповедь. Любить ближнего своего как самого себя, то есть желать каждому, чтобы у него было не меньше, чем у меня, разума, знаний, удачи, чего угодно. Рамбан приводит еще один нюанс, что эта заповедь нарушается, очевидно, если человек высказывается о другом отрицательно, и более того, он использует принижение другого для того, чтобы наоборот себя выставить в положительном, позитивном свете. То, что называется меткабет, быклон, хаверо. Это очевидно нарушение этой заповеди как самого себя. Это один подход, который есть здесь среди комментаторов, что Тора, если она что-то требует от нас на уровне как самого себя, то это только на уровне желаний. Это не значит, что тем самым Рамбан и Рамбан утверждают, что заповедь любви к ближнему вообще не имеет практического применения, применение и вся она сводится только к уровню желаний. Конечно, нет. Любить ближнего – это значит помогать ему. Любить ближнего – это значит делать что-то ради него, что помогает ему, что доставляет ему наслаждение, конечно. Но требование как самого себя, вот оно не на уровне практическом, оно только на уровне желания. Это один подход. Второй подход мы находим в истории толмунической про Илеля, который сказал тому самому чужеземцу, который попросил его, который сказал, что он готов принять Геюр, если только Илель научит его всей Торе, пока он стоит на одной ноге, сказал ему Илель, что тебе самому ненавистно, другому не делай, в этом вся Тора, все остальное комментарии, теперь иди и учись. То есть понимание Илеля здесь, что если от нас что-то практическое требует, это заповедь на уровне как самого себя, только то в области воздержания, чего не делать. Не делай другому того, что ты не хотел, чтобы другой делал себе. Это конкретные и практические действия, от которых следует воздержаться. Это то, что означает здесь любви как самого себя. И понимание, что не может быть практического требования заботиться о других так же, как человек заботится о самом себе, оно исходит из известной очень модели, которые рассматриваются в Талмуде, в трактате Баумицыя, о двух людях, которые идут по пустыне, и фляга с водой есть только у одного из них. Если оба будут пить, то оба благополучно умрут до того, как дойдут до населенного пункта, до воды. А если хозяин фляги оставит ее себе и не поделится со своим товарищем, то он выживет, а товарищ погибнет. И приводятся там два мнения. Первое мнение Бен Петура, что им следует пить вместе, и так, что ни один из них не умрет раньше другого. Оба погибнут вместе, как настоящие друзья. Как сказано в Хаях и Хаймах, пусть живет твой брат с тобой, пусть он живет, но с тобой, а не то, чтобы он живет за счет того, что ты свою жизнь отдашь ему, пожертвуешь своей жизнью ради него. Иными словами, то, что Тора обязывает, это Хаеха Кудмимна, Хаеха Верха, то есть твоя жизнь важнее, чем жизнь твоего ближнего, и забота о ближнем только после того, как ты позаботился о самом себе. Это то, что обязывает. Нет запрета, конечно, позаботиться о ближнем до того, как я позаботился о себе, но обязанностей Торы здесь нет. Итак, два мнения высказаны, как Аллаха, это тоже этим мы закончили предыдущий урок. Из того, что приводит Трампом в законах о цдаке, в законах о помощи ближнего, ближнему ясно, что он установил Аллаху закон по мнению раби Акивы. А пишет он там следующее. «Заповедь Торы давать здаку беднякам народа Израиля, при условии, что тот, кто дает здаку, обладает соответствующими материальными возможностями». И подобной формулировки нет больше по отношению у Рамбома ни к каким заповедям. Нигде не сказано, что есть заповедь, скажем, заповедь трога в Суккот, при условии, что у человека есть деньги на Айтрог, а Айтрог довольно недешевое удовольствие. Там Рамба мне этого никогда не прибавит, потому что там это и понятно. Ибо общий принцип Аллахи состоит в том, что если у человека нет средств на то, чтобы исполнить какую-то заповедь, у него нет денег на Айтрог, у него нет денег или нет возможности купить Мацу, то он не исполняет эту заповедь, и он в этом не виноват, поскольку здесь есть непреодолимое обстоятельство, то, что называется Аллахи Онес, форс-мажорное обстоятельство, которое освобождает этого от всякой ответственности. Но что касается заповеди дзадаки, здесь Рамбома формулирует это по-другому, что здесь сама заповедь, то есть вот сама заповедь не обязывает человеку, у кого нет средств. Заповедь есть Мацу обязывает и того, кто не может ее найти. Он обязан есть Мацу, но он не может выполнить этой заповеди, а потому он не отвечает за ее нарушение, он в этом не виноват, форс-мажор. Но заповедь дзадаки вообще не обязывает того, у кого нет средств. Как пишет мой шеф-энс в своей респонсе, что касается предписания от дзадаки, наличие надлежащих средств – это необходимые условия самой обязанности, исполнять эту заповедь. Ибо только тому, кто обладает материальными возможностями, приписывается в Торе давать дзадаку. Тому, кто не обладает, не предписывается. Заповеди такой нет. Ну а такое понимание вещей, конечно же, то есть вот разделение между другими заповедями Торы и обязанностями материальными по отношению к ближнему, оно, безусловно, основано на том самом понимании хаеха, кудмимла, хаеха, верха, то есть твоя жизнь важнее жизни другого, и поэтому только тот, кто имеет материальные средства для обеспечения своей жизни, он обязан помогать материально беднякам. Тот, кто не имеет средств для своей жизни, тот не обязан помогать беднякам, понятно, что имеет право. Есть еще в Аллахе целый ряд случаев применения этого принципа. Например, Мишна, там же в трактате Баумицыя, во второй главе говорит так, его потери и потери его отца. То есть если человек потерял что-то, и его отец тоже потерял что-то, но у человека нет возможности заниматься возвращением обеих потерь. Как сказано, с двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. И здесь жестокая жизнь заставляет выбирать, возвращать ли потерю свою или своего отца. Говорит Талмуд, его потеря важнее. Следующая модель – его потери и потери его учителя. Учитель – человек, которому в целом ряде случаев отдаётся предпочтение перед, с точки зрения закона, отдаётся предпочтение перед отцом. Может быть, здесь иначе? Нет, его потеря важнее. Откуда следует такое установление? Спрашивает Талмуд. Сказал Равьюда, ты не Рава, как сказано в Торе. Эфиски лои ебеха и вьон. Только чтобы не было в тебе нищего. В тебе имеется в виду, если не понимать буквально, если понимать на уровне пшата, имеется в виду в твоей среде. Чтобы не было в твоей среде бедных, поэтому помогай им. А Драша, то есть буквальное понимание, Драш – буквальное понимание этого стиха, чтобы не было в тебе бедного. То есть ты заботишься о других людях только при условии, чтобы в тебе не было бедного. Но если забота о других людях приведёт к тому, что ты обедняешь, то тогда о других людях ты не обязан заботиться. То есть сюда вывод, что твоё имущество важнее имущества любого другого человека, в том числе и отца, и в том числе и учителя. Правда, Гмаратам тут же прибавляет. Сказал Рав Иуда от имени Рава. Тот, кто скрупулёзно следует этому правилу, в конечном итоге сам придёт к этому. То есть человек, который всегда боится, у него всегда есть страхи. Вот если он сейчас пожертвует деньгами на какую-то цель, на какую-то помощь другим, а вдруг в результате ему не хватит, а вдруг в результате он обедняет. Если человек живёт этими страхами, то, как известно, страхи, они имеют, так объясняет мораль это место, страхи имеют такую особенность реализоваться. То, чего мы боимся, реализуется. Наша вот эта вот мысль, сосредоточенная на страхах, она в состоянии реализоваться. Поэтому, если человек всё время боится, что он обеднеет, он обязательно обеднеет, конечно. Там, где это очевидно для человека, ущерб, то есть ясно ему, что в результате, если он сейчас поможет ближнему такой-то суммой, то ему тогда не хватит на пропитание, там, конечно, заповеди это нет, и там нет никаких страхов. Но там, где человек, там, где нет этой реальной основы, и есть только человеческие страхи, вот тогда кончится это всё плохо, тогда человек действительно обеднеет. О, кстати, есть одно исключение, есть одно исключение, в которых мы ставим другого человека выше себя и перед собой. Это то, что сказано в Талмуде, в трактате Ивамот, там учили так. Тот, кто любит свою жену, как самого себя, и почитает её больше самого себя, о нём сказано в Писании, и узнаешь, что мир в твоём шатре, твой шатёр – это образное выражение семьи, и посетишь своё жилище, и не будешь грешить. Стало быть, вот что касается почитания, человек должен уважать самого себя, безусловно, самоуважение – это необходимое условие для нормальной жизни и развития человеческой личности, но он должен уважать и других. Что касается своей жены, то здесь сказано, что он должен уважать её больше, чем самого себя. И резюмируя содержание этой заповеди «Люби ближнего своего, как самого себя», пишет в книге «Яд Ктана» это великолепный комментарий на свод законов Рамбама в разделе законов о нравах, пишет так, заповедь «Люби ближнего своего, как самого себя, надлежит исполнять таким образом, чтобы любовь не причинила вреда тому, кто любит». То есть, очевидно, не нужно, не следует любить так, что это причинит вред тому, кого любит, чтобы это не была «Аваху некит», то есть душащая любовь, любовь, в которой человек так любит другого, что он просто душит его в своих объятиях. Но и второе условие, чтобы тому, кто любит, любящему тоже не было вреда. Человек не обязан оставить свою работу, чтобы делать работу своего ближнего. Тоже пример, если, например, для того, чтобы помочь ближнему, нужно не выйти сегодня на работу и в результате человек потеряет свой заработок в этот рабочий день, для того, чтобы помочь другому, он не обязан этого делать. «Ибо уже научил нас рабе Акива «Твоя жизнь важнее жизни ближнего». Человек не обязан любить своего ближнего так же, как он любит самого себя. Заботиться и заботиться и хлопотать о нем, подобно тому, как заботится и хлопочет о себе самому. То есть, что касается практических действий. Хлопот и заботы о своем имуществе и о своих интересах, то здесь человек не обязан ставить свои интересы на одну и свое благополучие на одну доску с ближним. Не обязан хлопотать, не обязан помогать ближнему хлопотать так же, как он хлопочет о самом себе. Ибо человеческая натура не в состоянии принять подобного требования. Но Тора требует, чтобы человек любил своего ближнего, даже если тот обладал большим благом. То есть, чтобы не было зависти. Чтобы человек желал другим, чтобы у них было благо не меньше, чем у меня, а как у меня, и может быть, даже больше, чем у меня. И не испытывал из-за этого ни малейшего чувства зависти. До сих пор это заповедь Торы. Но вот что касается постановления мудрецов в этой области. Вот здесь Рамбом пишет в законах о Трауре предписывающие заповеди, установленные мудрецами, навещать больных, утешать пребывающих в Трауре, выносить умершего для захоронения, то же называется вынос тела, выдавать замуж невесту. И давать замуж невесту, это прежде всего помогать материально, потому что если у невесты не будет приданного, то мало кто захочет стать ее женихом, поэтому нужно помочь ей материально и вся остальная помощь в организации свадьбы, замужества, провожать гостей. Рамбом подчеркиваю, здесь не только принимать гостей, но и после того, как их принял, дал им возможность отдохнуть, угостил, после этого надо их еще и проводить, заботиться о своем, обо всем необходимом для похорон, нести умершего на плечах, идти впереди него, оплакивать умершего, рыть могилу и хоронить, а также веселить жениха и невесту, веселить их во время свадьбы, после свадьбы, в неделю шево-проход, помогать им во всех их нуждах, несмотря, вот все эти благотворительные деяния, которые здесь упомянуты, все виды помощи, когда человек помогает людям не только своим имуществом, не только матери, но и конкретно своим, что называется, своим телом, все они, предписания, были установлены мудрецами, то есть это заповеди Миде Раббана, постановления мудрецов, но все они относятся к заповеди любви ближнего своего, как самого себя, иными словами, все, что ты хочешь, чтобы люди делали для тебя, делай для своего собрата потори и заповеди. Говорит Рамбам, что вот практические проявления любви к ближнему, что для него нужно сделать, и все эти виды помощи, которые он здесь перечислил, их мы обязаны осуществлять по постановлению мудрецов, но вместе с тем, несмотря на то, что это постановление мудрецов, все они входят в заповеди возлюбия ближнего своего, как самого себя, то есть человек, который отправился на свадьбу не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы веселить жениха и невесту, или человек, который отправился на похороны для того, чтобы проводить умершего человека, такой человек сделан, ибо прежде всего на то существуют обязанности постановления мудрецов, мидрабанан, делать это, но в тот момент, когда человек сделал это, он выполнил заповедь Тора, вафталрэхо камуха, хотя Тора не обязывало его это делать, это постановление мудрецов, это не заповедь Торы, некоторые люди здесь становятся вступить, как это может быть, подождите, если, как можно, если это постановление мудрецов, то как может быть, что человек тем самым, если он это сделал, он выполнил заповедь Торы, как пишет Рамбом, И все они, эти виды благодеяния, все они относятся к заповеди любви к ближнему своего, как самого себя. То есть эта заповедь любви к ближнему, она представляет собой некий такой зонтик, под который входят все те виды благодеяний, которые мы им перечислили. Навещать больных, утешать пребывающих в Траурево, хоронить умерших, выдавать замуж невесту, провожать гостей и так далее, и так далее, и так далее. Как это может быть, что это постановление мудрецов, но тот, кто так делает, выполняет заповедь Тора? Поясним. В толмундической литературе принято различать между двумя понятиями. Митцва хиювид и митцва киюмит. Митцва хиювид, то есть митцва – заповедь обязательная. Это означает заповедь, которую человек обязан исполнять. Например, каждый еврейский мужчина, взрослый, каждый день должен накладывать тфилин. Это заповедь, которая не зависит ни от широты места, в котором он находится, и ни от его расположения духа, ни от его желания, ни от того, что ему хочется и не хочется, ни от каких бы то ни было условий, обязан каждый день, кроме субботы и праздников, накладывать тфилин. В Песах человек обязан есть мацу. Снова, это заповедь обязательная. Когда он обязан? В первый день Песах. В пасхальную ночь, во время пасхального седра он обязан съесть мацу. А что будет на следующий день Песаха? На второй, на третьем, на четвертый? Есть обязанность есть мацу? Нет. Обязанность есть мацу в пасхальную ночь. А дальше обязанности нет. Митцва хиювид отсутствует. Но есть митцва киюмит. Митцва выполняемая. Это значит, что с точки зрения Торы нет обязанности делать этого. Но тот, кто сделал так, это не просто пахвально, а ему засчитывается как исполнение заповедей. Некая, трудно это сказать, как бы добровольная заповедь. Ты не обязан это сделать. Но если ты это сделал, тебе засчитывается заповедь. Поэтому тот человек, так, по крайней мере, это мнение Агро, я не все с этим согласен, но мнение Агро, что человек, который ест мацу в остальные дни праздника Песах, хотя он не обязан этого делать, но он выполняет заповедь каждый раз. То есть есть заповедь, но не обязанность. Заповедь существует. Но она реализуется только тогда, когда человек хочет ее выполнить. Заповедь, зависящая от желания. Некоторые авторитеты им очень не нравятся. Это формулировка. Они объясняют, что суть здесь такая, что, конечно, заповедь, она существует только там, где есть обязанность. Только в данном случае человек, на него обязанность не распространяется. Но он может ввести себя в состояние обязанности, таким образом, если он захочет ее выполнить. Как только он захотел выполнить эту заповедь, в этот момент он как бы ввел себя в поле обязанностей. Но это уже внутренняя философия этих вещей. А, по сути дела, заповедь, зависящая от желания. Стало быть. То же самое происходит и здесь. Вафтил Рейха Камоха. Люби ближнего своего, как самого себя. Что эта заповедь обязывает? На уровне Митцвах и Увид заповедь обязательная, не обязывает никакого действия. Ибо есть условия Камоха. Так же, как самого себя. И мы уже доказали, что это и нереально, и противоречит вообще остальным принципам закона. Стало быть, нет никакой обязательной заповеди, что практически требуется делать от человека для того, чтобы его выполнить. На уровне практической есть запрет. То, что тебе самому ненавистно, не делай другому. Не делай другому того, чтобы ты не хотел, чтобы другие сделали тебе. Вот эта заповедь, это Митцвах и Увид. Это обязанность. Только не обязанность делать, а обязанность чего не делать. Что касается заповеди позитивной, что делать, то здесь эта заповедь, она Митцва Кию Мит. То есть не обязательная заповедь, а выполняемая заповедь. Каждый раз, когда человек каким-то образом помогает ближнему, и неважно каким, таким, каким он выбирает, то он тем самым выполняет заповедь Митцва Кию Мит, заповедь, исполняемую любви ближнего своего, как самого себя. Это по закону Торы, а мудрецы решили определить конкретные сферы, в которых от человека требуется благодеяние и помощь людям. И вот мудрецы постановили, что же человек должен делать по постановлению мудрецов для того, чтобы помогать ближним, посещать больных, утешать людей, которые похоронили родственника и находятся в трауре, помогать в похоронах, заботиться о том, что необходимо, выносить тело умершего человека, оплакивать его, веселить жениха и невесту, помогать выдать невесту замуж, помогать им во всех нуждах и так далее, и так далее, и тому подобное. И хотя обязанность это делать, она исходит от мудрецов, но человек, который делает это, он выполняет заповедь Митцва Кию Мит, исполняемую заповедь любви к ближнему. Нужно сказать, что, добавим, что есть еще одна заповедь, которая направлена на помощь ближнему, это уже совершенно другая заповедь, это Рамбом приводит в книге, в своей книге заповедь, заповеди, восьмая заповедь, появление уподобиться ему, подобиться Всевышнему. В меру наших возможностей, как сказано в Торе, и ходи его путями, ва Аллахта бедрахав, ходи его путями. Повторяется это еще в одном месте, ходить всеми его путями. И мудрецы объясняют, что это означает, ходить всеми его путями, говорят мудрецы. Это означает уподоблять наше поведение, медот, качеством и атрибутом, который проявляет Всевышний в управлении миром. Как Всевышний милует, то есть он расточает благо своим созданиям, так и ты милуй. Как он милосерден, как он жалеет свои созданиям, так и ты будь милосерден. Он праведен, и ты будь праведен. Он, как сказано, он одевал ноги, поэтому и ты тоже помогай людям одеться. Он хранил умерших, поэтому и ты храни умерших. Он веселил жениха и невесту, поэтому и ты веселил жениха и невесту. Здесь речь идет о благодеянии, о помощи другим людям, которые человек делает не в разрезе любви, а для того, чтобы уподобиться в своем поведении качеством Всевышнего. То есть мотивация здесь разная. Это уже заповедь, которая требует конкретных действий, конкретных дел, но в ней нет требования камоха, в ней нет требования как самого себя. Она подчиняется общему правилу хаеха кудмим лыхаей хаверха. Твоя жизнь важнее жизни ближней. Мы можем с чистой совестью перейти к следующему стиху Торы, 19 глава, 19 стих. «Законы мои соблюдайте. Твой скот не своди с другой породой, твое поле не засевает двумя родами семян, и одежда из смешанной ткани, изготовленной из шерсти и льна, пусть тебя не покрывает». Вот таким вот резким, казалось бы, переходом Тора дает здесь заповедь, новую запрет того, что называется келаем. «Смесь». Но не исключено, что мы найдем связь между двумя заповедями, между требованием любви ближнего своего как самого себя и между запретом келаем. И нужно сказать, что в другом месте Торы в книге «Дворим» сказано еще «Не сей виноградник из лаков, и все это станет запретным, и то, что ты посеешь, и урожай виноградника, и не поши на быке, и на сле вместе, не надевай шатнез, одежду из шерсти и льна, сотканных вместе». Это походит на то, что сказано у нас здесь, в нашей главе, чтобы одежда из смешанной ткани, изготовленной из шерсти и льна, пусть тебя не покрывает. Объясним прежде всего с точки зрения закона. Что здесь имеется в виду? Келаем, запрещенная смерть. Все это вот запрет келаем, то есть означает запрещение того, что не должно смешиваться, что должно существовать отдельно, и разделяется это на три большие группы. Келаем животных, келаем... две группы, точнее. Келаем животных и келаем растений. Что касается келаем животных? Прежде всего, это запрет на скрещивание двух видов животных. Ну, например, то, что в древности часто люди делали, это скрещивали осла с кобылой для того, чтобы получать мулов. Это действие запрещено Турой, но результат, который получился, нет запрещения использовать. То есть можно пользоваться мулами, но делать это действие, скрещение запрещается. Второй вид келаем животных – это то, что упомянуто в книге «Дворим» – «Не пасхать на быке и на след». То есть нельзя запрягать в одну повозку, в один плуг два разных вида животных. Бык и осел упомянуты здесь, ибо это неразлучная пара разных видов животных. Всегда, когда говорят о разных видах животных, упоминают их. Но имеется в виду любые два вида животных. Это келаем смесь животных. Есть и келаем растений. Разделяется на три группы. Первое – келеокеры, то есть то, что касается виноградника. Нельзя засевать злаки в винограднике. А что такое виноградник? Установки логические такие. Если есть одна виноградная лоза, то сеять злаки или другие виды посевов можно только на расстоянии одного локтя от лозы. Если же перед нами уже не единичная лоза, а целый виноградник, как минимум пять кустов, то тогда должно быть соблюдено отдаление в четыре локтя. Либо, если этой площади в четыре локтя нет, то тогда должна быть возведена ограда, то есть ограда высотой как минимум метр. Меньше этого в Аллахе не считается оградой. И тогда можно с одной стороны, чтобы был посев, а с другой стороны – виноградник. Если эти условия не соблюдены и растут вместе в перемешку посевы и виноград, то все это запрещается и все это требуется. Использовать это уже нельзя, в отличие от келаем животных, и требуется это только сжечь. Это келаем виноградника. Келаем деревьев. А можно ли сделать так, чтобы у меня рядом были два дерева? Или не виноградник, а у меня будет рядом посевы, скажем, у меня будет редиска рядом с сливовым деревом. А это можно? Ответ – можно. Все, что касается деревьев, всех остальных деревьев, кроме винограда, то там единственный запрет – это только прививать, скрещивать. То есть, если человек занимается прививкой, он скрещивает различные виды, как, например, те, которые скрещивали лимон с апельсином для того, чтобы получать грейпфруты, или для того, чтобы скрещивали персики со сливами для того, чтобы получать нектарины и так далее. Вот эти действия, они запрещены. Это келей и лан, то есть келаем деревьев, которые строго запрещено делать, так же, как запрещено скрещивать различные виды животных. Результат получившийся не запрещен, поэтому можно есть грейпфруты, можно есть нектарины. С этим нет никаких проблем. Но делать так запрещено. А сажать рядом различные деревья или деревья рядом с посевами – нет запрета. Наконец, третий – это келаем, который касается посевов. Разные виды посевов, разные виды винограда, их тоже нужно отделять друг от друга так, чтобы они не росли в перемешку и должны быть отделены при помощи грядок различных или расстояния на один ноготь – это виды отдаления различных посевов. И, наконец, келаем, который касается одежды, есть запрет носить одежду, которая сделана из шерсти и льна. С точки зрения закона Торы, если она соткана из шерстяной и льняной нитки. Мудрецы запретили одежду, которая даже сшита из шерсти и льна. Если совсем, скажем, можно надевать шерстяной свитер на рубашку, которая сделана из льна. Или на платье, которое сделано из льна. Нет никакого запрета, безусловно. Но если пришили, скажем, кусочек льняной ткани для усиления, например, то, что делают для бортовки пиджаков или плечики в пиджаках, там может быть льняная ткань. Если это пришили к шерстяной ткани пиджака, то это уже запрет, только запрет мудрецов. Делать это нельзя. Вопрос. Что можно сказать о смысле этого запрета келаем? Рамбан отвечает на вопросы так. На первый взгляд, у нас речь идет здесь про хуким. Что такое хуким? Хуким – это приказы царя, которые мы не можем логически объяснить. Так комментирует Раши. Это нет у нас объяснения. Возвращает Рамбан однако мудрецы. Толмуды говорили, что смысл заповеди скрыт только в отношении запрета смешивать в одежде шерстялен. Только по отношению к этому сказано Толмуд. А в остальных келаем такого не сказано. То есть не исключено, что там объяснение доступно. И вообще нужно сказать, когда мы говорим про хуким, я иногда спрашиваю у учеников, скажите, что такое хуким? Означает ли это, что это заповеди, у которых нет смысла? Некоторые говорят, да-да-да, потому что она неверно. Нет заповеди, у которых нет смысла. Есть заповеди, у которых смысл нам неизвестен. Не имеется в виду, подчеркивает Рамбан, будто какие бы то ни было приказы царя, царей не имеют смысла. Ведь всякое слово Бога выверено. А что ж такое хуким? Хуким подобный тем приказам царя, которые он отдает, не объясняя народу, какую пользу он приносит. Бывают законы, польза которых очевидна, а бывают законы, польза нам абсолютно непонятна. Почему же тогда народ их выполняет? Потому что боится царя и его наказания. И народ не понимает их, не видит их никакой пользы, но выполняет лишь из страха перед властями. Если власти решили, что по улице Х одностороннее движение будет в эту сторону, а по улице У одностороннее движение будет в обратную сторону, а мне казалось бы, что лучше бы сделать наоборот. И я не вижу никакого смысла в том, что выбрали именно такое направление движения. Но я им подчиняюсь, потому что иначе меня накажут. Так и в установлении Всевышнего. Хуким – это тайны его Торы, хотя народ не видит от их соблюдения никакой пользы. Почему бы не носить шерсть и льняную одежду, что в ней такого плохого? Не видно здесь никакого смысла. Ну, с какой стороны не подходи нам – это непонятно. Все же его следует соблюдать, этот закон, в отличие от выполнения понятных нам законов. Стало быть, разница между Хукимом и Шпатимом – это не в том, что есть смысл или нет смысла, а в том, что понятен ли нам, известен ли нам или нет. То, что нам не известно, это не значит, что нет. Есть глубокий смысл, но не всякий смысл мы понимаем. Ну, а если, что касается мне, что касается уже не вопроса о ширострененной одежде, шатнестов, как называется, а о других вопросах скрещивания, скрещивания различных видов растений, скрещивания различных видов животных. Здесь пишет Ромбан скрещивать различные виды. Суть запрета заключается вот в чем. Всевышний создал в мире множество видов и животных, и растений, вложив в них жизненную силу, так, чтобы они могли существовать всегда столько, сколько творец видит в их существовании пользу для творения. И он повелел, чтобы они производили потомство, то есть чтобы была репродукция, чтобы те, которые он создал, продолжали род, но свой род. И если по какой-то причине должны были быть в мире лошади, и поэтому Всевышний их создал, то должно быть продолжение, должны быть лошади. Если должны быть ослы, я не понимаю, зачем нужны ослы, мне показалось бы, мир был бы куда лучше без ослов, но Всевышний почему-то почитал по-другому и создал мир, в котором есть ослы. Значит, в нем должны быть ослы. И он также повелел животным спариваться ради продолжения вида. А скрещивающие различные виды противоречат замыслу творения, как утверждая, что творец, если человек берет и скрещивает, вот лимон хорошо и апельсин хорошо, а вот не хватает чего-то посередине. Пошел человек и скрестил их, получил грейпфрут. Вроде как здесь есть претензия на то, что творения Всевышнего недостаточно, несовершенно. Мы здесь дополняем того, что Всевышний не сделал. И различные виды животных мы видим, кстати, когда скрещивают, скрещивают лошадь и осла. Что получается? Получается мул. А у мула может быть потомство? Нет. Продолжения нет. А Всевышний хочет, чтобы каждый вид ле-мино по своему виду, каждый вид и растений, и животных продолжал свой род. В этом суть запрета Килай. Хотел бы здесь только прибавить некоторое соображение. С точки зрения современного мировоззрения, которое почти завоевало весь западный мир, Казалось бы, нужно было бы сказать совсем по-другому. Что такого хорошего от того, что вот каждый вид отдельно сам по себе? Наоборот, надо было бы стремиться к единству, к тому, чтобы слить всех воедино. Вот в некоторых книгах написано, что шерсть и лен – это же символы двух различных групп населения, которые всегда враждовали между собой. Шерсть. Кто производит шерсть? Скотоводы, кочевники. А лен, тот, кто выращивает лен – это осетлые земледельцы. В древнем мире всегда между этими двумя группами населения всегда была жуткая вражда, столкновение, кровопролитие. А вот надо всех посадить вместе, чтобы все жили в едином обществе, не враждовали. Поэтому вместо того, чтобы отделять каждый в своем закрутке, каждый в своих границах, вместо этого нужно было бы наоборот сказать, что самая лучшая одежда с точки зрения Тора – это как раз шерсть льняная, которая реализует и которая символизирует общее единство всех. И скрещивание должно быть с точки зрения самым похвальным действием. Есть одна замечательная статья, о которой написал один израильтянин, она переведена на русский язык и выставлена на сайте Маханай. Речь идет о статье, которую написал некто Зейв Маген, и написал он, это его соображение о очень известной в прошлом песне Джона Леннона «Imagine». Песня написана им в 1971 году. Он там представляет свои мечты о идеальном человечестве. Представь себе, что нету рая, нету и ада под ногами, а над головой только голубое небо. Представь себе, что все люди живут лишь сегодняшним днем. Представь себе, что нет разных стран. Нет ничего, за что можно убить или быть убитым. Нет никакой религии тоже. Представь себе, что все люди живут всю жизнь в мире между собой. Ты можешь сказать, что я мечтатель, что это недостижимо, но я-то не один такой. И я надеюсь, что однажды и ты будешь с нами, и весь мир будет жить как один человек. Такие прекрасные слова, какие замечательные. Как я помню, я помню, когда эта песня была написана, я помню, когда впервые она была исполнена, как люди с воодушевлением воспринимали не только музыкальную сторону очень талантливо и исполнительно, но и само содержание, как это здорово, когда все вместе, все одинаковые. Смотришь, все одинаковые. Нет ни рая, ни ада. В рай попадают праведники, в ад – грешники. А как это нет ни рая, ни ада? Это значит, нет ни грешников, ни праведников. А как это может быть, что нет ни грешников, ни праведников? Это значит, что нет понятия добра и зла. Все одинаково. Есть разные нюансы человеческой натуры, вот и все. Нет стран разных. Все народы превратились в один одинаковый народ. Вот как было бы здорово. Нет никаких индивидуальностей, все должны быть одинаковые. Нет ничего, за что можно было бы убить или умереть. Имеется в виду, чтобы не было больше идеалов. За идеалы, за веру, за свои идеалы люди шли воевать. За свои идеалы люди умирали и убивали других. Идеалы всегда разделяли людей. Одни верили в одно, другие верили в это и готовы были бороться за свои идеалы. Убивать и быть убитыми. Представь себе, что этого больше нет. Нет больше идеалов. А все просто курят травку под голубыми небесами. И всем хорошо. И все одинаковые. И поэтому сразу же и нет никакой религии. Религии это разделяет людей. А вот представь себе, когда всего этого не будет, как будет здорово, как будет хорошо. Вот этот вот идеал, идеал, в котором все одинаково, все замечательно. Он был провозглашен тогда, в 1971 году. Но этот идеал означает капитуляцию перед самыми темными сторонами человеческой личности. Отрицание добра и зла. Нет добра и зла. Все одинаково. И тогда всем будет хорошо. Это ужасно. Это страшно. Это некрасивые слова. Это ужасные слова. И дело здесь не только в том... Кстати, кстати. Ленн вряд ли это хорошо осознавал. Но было одно место, в котором тогда, в 1971 году этот идеал его почти был доведен до реализации. Я имею в виду Китай. Китай Мао Цзэдуна и его жена, в котором все должны были быть одинаковыми. И там действительно так это было. Все получали практически одинаковую зарплату. Все одинаково одевались. Мужчины и женщины. И председатель, руководитель страны Мао, и последний рабочий одевали ту же самую одежду. Совершенно одинаковую. Никто не отличался. Все трудились. Все должны были одинаково мыслить. Все должны были одеваться, питаться, совокупляться, разговаривать, петь, есть, работать, думать одинаково. Это было практически достигнуто в Китае после культурной революции. Только есть еще одна деталь, которую Ленон не предусмотрел. А именно в ходе культурной революции тех, кто не был готов вот так вот жить одинаково и быть такими, как абсолютно все. Их отправляли, это называлось, на перевоспитание куда-нибудь в колхоз и там их перевоспитывали. А если уже человек совсем-совсем упорствовал в своем нежелании быть как все, ну тогда приходилось его отдать в руки социалистического правосудия. Так что такой идеал, о котором Ленон мечтал, кстати, без травки, без наркотиков, практически был почти осуществлен в Народной Республике Китай. В конце автор статьи приводит замечательную притчу о том, как евреи, которых какой-то мусульманский владыка хотел силой заставить принять ислам, чтобы быть мусульманами, как все в его стране. Это дело было в Иране, и они принесли ему два ковра и сказали, что это подарок владыке, пусть он выберет один из них. Один ковер был настоящим персидским ковром, расшитый всеми абсолютно цветами, великолепный совершенно в своем разнообразии цветов, а второй был красный ковер, одноцветный. Правитель спросил, что вы меня считаете за идиота, какой вопрос, какой выбрать? Разве можно выбрать этот красный ковер одноцветный? Сказали ему евреи, ну, ваша светлость. Так это и в странах вашей светлости, в них живут самые разные люди, живут люди и мусульмане, и зиды, и зарастрейцы, и манихейцы, и евреи и так далее. Из-за этого разнообразия создается красота. Но это притча по поводу красоты, по поводу того, как плохо быть, когда все едино. Дело не только в этом. Кстати, автор статьи, Зайф Маген, который написал это пару десятков лет тому назад, ему казалось, что этот идеал Ленона, он, к счастью, неприменим. Он не знал, что уже в наше время, в наше время навязываемая западной цивилизацией политкорректность все больше и больше навязывает вот этот вот принцип единости. Все объединить вместе, ничего не разделять. Недавно мне пришлось, привелось слушать прене. Речь шла о докладе. Был бывший главный раввин Англии, Рав Якубович, который еще и профессор в области философии. И вот он давал какой-то доклад на каком-то обществе, это было посвящено его принятию как профессора в каком-то научном форуме. И он там дал доклад о вкладе Торы в человеческую цивилизацию. И он там объяснил, как много обязана современная человеческая цивилизация Торе. Встал его оппонент и сказал, извините, мне кажется, что вклад Торы в человеческую цивилизацию, он не позитивный, а наоборот он деструктивный. Почему? И он привел там два основных понятия современного взгляда. Потому что для того, чтобы продвигать цивилизацию в нужном направлении, идеалы должны быть инклузив. А Тора представляет нам принципы эксклузив. Что это означает? Я понимаю. Что такое хорошо и что такое плохо? Хорошо – это когда инклузив, когда всех вместе объединяют. А Тора, она эксклузив, она выделяет, она разделяет мужчины и женщины. Мужчинам одно, женщинам другое. It's not too mix. И не смешивать. А если мужчина хочет жить с мужчиной, а это смертный грех. А если женщина с женщиной, это не смертный грех, но все равно. А евреи отдельно? Неевреи отдельно. Иными словами, в чем ужас того, что Тора привнесла? Она привнесла понятие добро и зло, хорошо и плохо. Праведники и грешники. Рай и ад – это эксклузив, это исключаемое. Вот нужно прямо просто встал бы из своей могилы, убитой в 80-м году Ленон, и послушал бы, как важные профессоры на его родине в Англии так прямо и говорят. Представь себе, вот он идеал, чтобы не было ни рая, ни ада. Над головой только голубое небо. Все инклузив. Представь себе, что все люди живут только сегодняшним днем. Не думайте о том, что будет завтра. И представь себе, что нет разных стран. И что будет у нас одно европейское сообщество, с которым все-все-все будут одинаковые. Нет ничего, нет никаких идеалов, за которые можно было бы умирать или убивать других. И нет никакой религии, конечно, тоже. Вот он идеал. И если и приветствовать какую-то религию, то такую религию, которая будет инклузив. Такую, которая соберет всех вместе и скажет, нет ни Иудея, ни Элина, ни мужчин, ни женщин, ни людей, ни животных. Животных скоро тоже мы включим в одно. В одно это единое общество. Все-все одинаково. Все-все сидят на земляничной поляне, курят травку под голубым небом, и все хорошо. Именно поэтому Торо говорит, нет, есть запрет Килайм. Не смешивать, не смешивай шерсть с ольном, молоко с мясом мужчин и женщин, растения, деревья, посевы. Это отдельно и это отдельно. Это так Всевышний создал. И вот тогда-то и воссоздается та самая картина, которая намного-намного красивее, чем любой персидский ковер. Вот только тогда цивилизация представляет собой то, чего хотел Всевышний от своего мира.